Инвалид при устройстве на работу оформляет свои взаимоотношения с работодателем на общих основаниях и в соответствии со стандартными требованиями, которые существуют для обычных граждан. Работодатель не имеет права отказать человеку, имеющему ограничение дееспособности, в приеме на работу по этой причине. Особенности договора о трудовых взаимоотношениях работодателя и работника, отнесенного к льготной категории. Оформляясь на работу, гражданин должен заключить в первую очередь трудовой договор. Данный документ создается и при трудоустройстве лица с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Он ничем не отличается от общеприменимого договора о трудовых взаимоотношениях между работодателем и наемным работником, но все же имеет некоторые особенности. Эти особенности основываются на льготах, которые гарантирует государство, и которыми может воспользоваться трудоустроенный человек с проблемами по здоровью. Они связаны с продолжительностью рабочей недели, очередного и дополнительного отпусков и прочее. Образцы выдержек из договора о трудовых взаимоотношениях с гражданином, относящимся к льготной категории, в отношении сокращенного времени работы, продолжительности отпуска. 5,4. Установить сотруднику предприятия продолжительность рабочего дня, равную 7 часам, по причине присвоения группы инвалидности. 5,6. Установить сотруднику часовую продолжительность рабочей недели, равную 30 часам, в соответствии с его программой индивидуального восстановления здоровья. 6,2. На время действия статуса инвалидности один календарный год сотруднику установить продолжительность ежегодного отпуска в количестве 30 дней. При снятии инвалидности установить продолжительность основного отпуска в количестве 28 дней. Понятие квотирования в российском законодательстве. Законодательство федерального уровня предусматривает квоты по рабочим местам для льготных категорий граждан. Региональные власти также располагают полномочиями по принятию собственных нормативно-правовых актов в отношении оказания социальной помощи людям, имеющих ограничения в дееспособности. Наиболее общее понимание квотирования. Квотирование предполагает создание резерва рабочих мест для трудоустройства лиц, относящихся к определенным категориям. Реализуется квотирование при формировании документов, которые учитывают ряд правил, таких как выделение в штатном расписании вакансий. Приемно обозначенные вакансии работников, соответствующих категории льготников. Создание для принятых сотрудников особых условий труда, включающие специальное оборудование для них рабочего места. Важно! Рабочие места, имеющие повышенные риски вредного влияния на человека, не могут быть предоставлены инвалидам. Какие факторы влияют на размер и возможность резервирования рабочих мест на предприятии. Положение текущего законодательства, которое действует в отношении субъекта хозяйствования. Направление деятельности организации. Характеристика условия существования трудовых процессов. Величина штатной численности организации более 35 человек. Важно! Нормы федерального законодательства распространяются на предприятия и организации, независимо от их формы собственности. Исключение среди предприятий, на которые не распространяются требования по резервированию рабочих мест для граждан, относящихся к льготной категории. Предприятия и организации, штатная численность на которых менее 35 человек, юридические лица общественного направления деятельности, созданные гражданами, имеющие проблемы по состоянию здоровья. Следует знать. Выполнение требований законодательства в отношении соблюдения условий по квотированию вакансий для льготных категорий граждан является основным объектом контроля проверяющих организаций различных структур и ведомств. Законы РФ о занятости населения. Основной закон, содержащий нормы квотирования ФЗ от 24 ноября 1995 года. Номер 181 ФЗ. Закон РФ от 19 апреля 1991 года. Номер 1032-1 РФ. На региональные власти возложены обязательства по разработке и проведению комплекса мероприятий, которые помогают инвалидам реализовывать свои потребности в труде, благодаря предоставлению социальных гарантий и обеспечению их выполнения. Участниками экономической жизни региона СТ. 20 ФЗ от 24 ноября 1995 года. Номер 181 ФЗ. Мероприятие органов власти субъектов Федерации по поддержке людей, имеющих ограничения по состоянию здоровья в вопросах применения их умений и навыков в труде. Создание условия для привлечения граждан, имеющих группу недееспособности, для организации индивидуального предпринимательства, поощрение действующих бизнесменов для привлечения ими в свою сферу деятельности людей с группой. Нетрудоспособности. Организация перепрофилирования для лиц с инвалидностью. Примеры региональных актов о квотировании рабочих мест для лиц, имеющих инвалидность. Регион РФ. Область нормативно-законодательный акт Ульяновская область РФ. Закон от 27 апреля 2009 года. Номер 41. 30. Республика Крым. РФ-закон от 2 июля 2014 года. Номер 24. ЗРК Краснодарский край. РФ-закон от 8 февраля 2000 года. Номер 231 КЗ. Задача предприятий и организаций в реализации федеральных и региональных нормативов по предоставлению гарантий людям, имеющим проблемы со здоровьем. Знание нормативов законодательства в отношении квотирования рабочих мест для инвалидов и возможности их применения в отношении отдельно взятого предприятия. Проведение расчета количества мест квоты. При этом следует руководствоваться размером штатной численности, а не фактическим количеством работников. Итоговые показатели формы штатного расписания предприятия, организации, обычно используются для расчета количества квотируемых мест работы для инвалидов. Если общее количество превышает 35 человек, то согласно законодательству среди них должен быть хоть один человек с ограниченными возможностями. Разработка и утверждение внутренних документов в отношении рассматриваемого вопроса. Предоставление информации о квотах в Центры содействия занятости населения. Следует знать. Отказаться от резервирования рабочих мест, ссылаясь на реальное количество сотрудников, нельзя. Ситуация и правильные действия. Генеральный директор ООО «Штиль» на своем предприятии подписал штатное расписание, которое включает Руководитель предприятия – один человек. Главный бухгалтер – один человек. Сотрудники бухгалтерской службы – шесть человек. Рабочее производство – 31 человек. Итого 39 человек. Работает в ООО «Штиль» – 27 человек. Остаются вакантными 11 должностей в соответствии со штатным расписанием. Директор после подписания штатной численности предприятия должен организовать работу по созданию квотируемых рабочих мест, ориентируясь на штатное количество сотрудников, а не на номинальное. Следует помнить. При расчете числа квотируемых рабочих мест необходимо руководствоваться региональными нормативами, принятыми в отношении данного вопроса, поскольку они могут отличаться от нормативов федерального уровня. Порядок проведения расчетов по определению числа рабочих мест для резервирования для лиц с ограниченными возможностями – приказ от 1 сентября 2017 года. Номер 566. Для расчета числа квотируемых рабочих мест для инвалидов находят произведение количества штатных работников и нормативам, определенным законодательством. Следует помнить. Из числа рабочих мест, которые должны быть зарезервированы для граждан, имеющих ограничения по трудоспособности, необходимо исключить те, в которых присутствует повышенный фактор риска для здоровья человека. Нюансы порядка расчетов квот. В настоящее время нет четкого понимания в отношении того, как поступать, при получении результата в виде дроби при расчете квот. Так, если на предприятии должно работать по штатному расписанию 131 человек, то необходимо предусмотреть 4,0% рабочих мест для льготных категорий граждан, то результат расчета равен 5,24. 131 человек умножить на 4,0 дробь, 100 равно 5,24 обычно, применяют общие математические правила по округлению дробных чисел. Следовательно, в нашем примере на предприятии следует предусмотреть 5 квот на рабочие места для инвалидов. Какие документы для закрепления квот должны быть созданы и приняты на предприятии в виде локальных актов? Положение по предприятию, которое содержит информацию о квотах для граждан, имеющих группу недееспособности, и включает расчетное число рабочих мест по квоте, льготные категории граждан, которые могут воспользоваться квотой, сотрудник, на которого возлагается ответственность за данным направлением по обеспечению предприятия сотрудниками с льготой. Приказ по предприятию о вакансиях ДЛ инвалидов, который должен содержать следующую информацию о проведении необходимых изменений в порядке и условиях выполнения должностных обязательств, перечень должностей, которые могут быть предоставлены гражданам, имеющих льготную категорию, выбран ответственный сотрудник, контролирующий выполнение приказа. Размер и виды наказания за невыполнение требований законодательных норм в отношении квот на предприятиях для граждан с инвалидностью. Полномочия по контролю предприятий на предмет предоставления вакансий гражданам, относящимся к льготным категориям и другим вопросам, связанным с этим направлением работы, возложены на гострудинспекцию. Сотрудники этой государственной структуры могут проводить как плановые, так и внеплановые проверки. А также в их обязанности входит реагирование на обращение граждан по вопросам, связанным с нарушением в данной сфере трудоустройства населения. Виды нарушений Отказ в принятии на работу лица, имеющего инвалидность. Размеры штрафных санкций Ответственный сотрудник предприятия От 5,0 до 10,0 тысяч рублей Непредставление в установленные сроки статистической отчетности, которая включает показатели по данному направлению деятельности предприятия в вопросах трудоустройства граждан-инвалидов. Размеры штрафных санкций На ответственных должностных лиц организации От 10,0 до 20,0 тысяч рублей Непосредственно на предприятия От 20,0 до 70 тысяч рублей Повторное непредставление в требуемые сроки данного вида отчетности влечет увеличение размера штрафных санкций в 2,2 раза. Размеры штрафных санкций при повторном нарушении На ответственных должностных лиц организации От 30,0 до 50,0 тысяч рублей Непосредственно на предприятие как юридическое лицо От 100,0 до 150,0 тысяч рублей Спонсор этого видео Центр юридической помощи «Бастион» Бесплатные юридические консультации круглосуточно Телефон центра 8 800 555 67 55 Добавочный номер 769 Адрес сайта указан в описании под видео Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск Подписывайтесь на канал Поделитесь в соцсетях Всем пока!